Детское радио представляет Планета динозавров Здравствуйте, коллеги! С вами снова астроном Остраумович и мой верный телескоп, как всегда, направлен на планету динозавров. Так, кто сегодня попал в его объектив? Кто это так старательно поедает листву, обрывая ее с вершины дерева вместе с ветвями? Сейчас я расскажу вам весьма интересные вещи об этом ископаемом ящере. Максимальное приближение! Да, вот и наш новый знакомый анатозавр или утконосый динозавр. Их так называют вовсе не потому, что они плавали в воде, а потому, что форма их головы напоминала утиную. Нос был немного сплюснут, словно клюв утки. При помощи такого клюва ящеры могли обрывать с деревьев листья, шишки, плоды. Грозный с виду гигант, высотой с трехэтажный дом и весом с грузовой автомобиль питался всяческой растительностью и никому не угрожал. Передвигался анатозавр обычно на четырех ногах, а на задние, на концах которых были такие копытцы и мягкие подушечки, вставал, когда нужно было дотянуться до верхушек деревьев, чтобы добыть еду или быстро-быстро убежать от хищников. Однако анатозавры ничего не могли поделать против своих главных неприятелей, драмеозавров. Эти двухметровые проворные ящеры могли бегать со скоростью около ста километров в час, словно поезд метро, и прыгать в длину и высоту на шесть-восемь метров. Сопротивляться анатозавр не умел. Весь его организм был приспособлен для вегетарианской жизни. В задней части рта у него, ты только представь себе, было несколько тысяч зубов. И они постоянно росли. На месте стершегося быстро вырастал новый. Зубы нижней челюсти анатозавра двигались снизу вверх, а зубы верхней – вбок. Такой механизм позволял утко-ящеру пережевывать в своих защечных мешках самые грубые растительные материалы – листву, хвою, шишки, кору и ветви с деревьев любой породы, которые росли в тропических лесах, где животные обитали. Но даже тысячи таких зубов не могли помочь против коварных и быстрых хищников. На этой немножко печальной ноте мы и закончим наше сегодняшнее наблюдение. Но мы обязательно встретимся еще, чтобы узнать много нового и интересного об этом чудесном мире – мире динозавров. Планета динозавров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова